Насколько правда, что этот корабль был силен не столько своими ракетами, потому что, насколько я помню, там всего 16-х был вот этот вот залп, но системами ПВО, которая защищала Черноморский флот от украинских ракет. Насколько это правда о таком оборудовании? Ну это частично правда. У этого корабля действительно мощная система. Называется она С-300Ф, это система Форд. Она многоканальная, она может одновременно позволить кораблю уничтожать 6 воздушных целей. Плюс к этому есть еще 2 комплекса ОСА, это еще по одной цели. Артиллерия, системы помех. То есть в принципе, если он работает нормально по боевому расписанию, то одновременно он может минимум обстреливать 8-12 воздушных целей. И поэтому, в принципе, я могу сделать вывод, что вчера просто они не соблюдали вот эту дисциплину боевых готовностей и просто находились там в таком расслабленном состоянии и фактически получили вот эти ракеты в борт. Потому что до такого корабля сбить 2 ракеты, одновременно приближающиеся, это как бы не проблема. Я знаю, что кораблю-то уже 40 лет, он принимал участие во многих учениях, они это отрабатывали. Но по каким причинам это произошло? Андрей, вот смотрите, я как раз, что называется, с языка сняли вопрос. Корабль, я вот сейчас посмотрел в интернете, может быть, в Википедии ошибается, но обычно такие вещи базовые сообщаются достаточно точно. Строительство начато в 76-м году, то есть почти 50 лет назад, 46 лет тому назад. На воду корабль был спущен в 79-м, тоже больше 40 лет, и введен в эксплуатацию 40 лет назад в 82-м. И это флагман, то есть это, условно говоря, которому 40 лет, это самый современный корабль, который есть у военно-морского флота России или как? Ну, это, во-первых, флагман Черноморского флота. Во-первых, по размерам это самый большой корабль Черноморского флота, это крейсер. У него водоизмещение 11 тысяч тонн. Больше таких кораблей у россиян не осталось. Когда-то, ну, когда-то в одной 150-й бригаде, которой принадлежал этот корабль, было 6 крейсеров. И он был не самый большой. Сейчас таких кораблей большие. Во-вторых, я хочу сказать, что этот корабль прошел модернизацию. С 1990 по 2000 год он был на модернизации в Николаевском заводе. И там были заменены отдельные системы. И, в принципе, ну, я помню 1982 год, когда пришел в Севастополь. Это, конечно, был серьезный шаг вперед. Но сейчас, как бы, ну, сейчас это был флагман для них, да. И по возможностям, по тем задачам, под которые он сделан, он, в принципе, способен их решать. И для России они актуальны. Они, например, абсолютно не актуальны для Украины. Поэтому, ну, было принято решение про крейсер Украина, четвертый корпус такой, который долгое время уже решается его судьба. Но это крейсер, это крейсерская организация. И это крайний крейсер, последний крейсер Черноморского флота, который был построен. Сейчас у России возможности строить таких кораблей нет. И в том числе по причине того, что отсутствуют газотурбинные установки. Их делал только Николаевский завод. А после оккупации Крыма Украина прекратила их поставки в Россию. И сейчас у них очень большие проблемы со строительством больших кораблей как раз. Если вы обратили внимание, даже вот эти фрегаты, которые пришли на Черноморский флот, адмирал Григорович, адмирал Макаров, адмирал Эссен, их должно было быть шесть. Они построили все шесть, но на крайние три не были поставлены. Украина отказалась поставить тогда, когда были введены санкции газотурбинной установки. То есть это практически для россиян потеря невосполнимая. И она им прежде всего нужна в Средиземном море и в Атлантическом океане. И сейчас они очень серьезно ограничены в этом плане. Они ограничены еще и потому, что Турция просто... Есть еще у России два корабля такого класса, но Турция их не пропустит через Босфор, потому что есть ограничения на военное время. Андрей, а есть ли ясность, что с личным составом, который был на корабле, на этой Москве? Их там вроде как должно быть 510 по штатному расписанию. Известно, что в Севастополь пока привезли 14 человек. А что с остальными? Ну, сейчас же опять же официальной информации нет. Та информация инсайдерская, которая была, говорили по 54 спасенных моряка. Но это было ночью. Значит, ну я могу сказать, что при таких разрушениях, ну при взрыве боезапаса, однозначно там были серьезные потери в личном составе. Ну пока точно я не знаю. Я тоже читал эту информацию, что было доставлено первые моряки во главе с начальником медицинской службы этого корабля. Но опять же, такие повреждения, такие пожары, они сопровождаются с серьезными потерями личного состава. Андрей, скажите, пожалуйста, а что мы можем сказать про ракеты «Нептун», которыми, как утверждается, был поражен крейсер «Москва»? Ну, до этого момента, ну вот, и насколько я знаю, Министерство обороны и Генеральный штаб, они официальной информации не дали по этим ракетам. Это проект давний, он был начат, ну достаточно давно, я знаю, что в 2014 году его реанимировали, и, значит, были проведены, значит, пуски испытательные. В 2020 году эта система была принята на вооружение, в вооруженных силах Украины, приказом министра обороны. После этого, в прошлом году, вот эта экспериментальная батарея была передана военно-морские силы, и была проведена подготовка личного состава. Ну, я, например, не видел информации. На 30 лет независимости на параде эти системы, значит, принимали участие уже дополнительные, дополнительные батареи. Но я так понимаю, что, ну, до последнего момента не было понятно по самой ракете, значит. И, ну, как бы, 50 дней федерации Украины, и у нас серьезная ситуация на морском направлении, мы про них пока ничего не слышали. Вот, сегодня я узнал первый раз, как бы, ну, я бы предпочел основывать свой экспертный выставок как раз на официальной позиции Генерального штаба и Министерства обороны. Поэтому я ее подожду. О том, что там произошло, я вам уже рассказал. В принципе, по вот этим вторичным признакам можно понять, что это был серьезный взрыв, это были серьезные разрушения. Можно констатировать, что корабль фактически восстановлению не подлежит. Ну, спасибо, Андрей. Я напомню, Андрей Рыженко, морской офицер, капитан первого ранга запаса, эксперт Центра оборонных стратегий комментировал у нас историю с разрушением частичным крейсера «Москва». 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 «Москва».